Это новости в форме, а с вами Александр Микульчик. Здравствуйте! Съемочная группа ВНТВ вещает для вас из Кыргызской республики, где белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабном учении коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Накануне представители познакомились с полевым лагерем на полигоне Эдельвейс. Здесь расположен штаб управления, мобильный госпиталь, пункт обслуживания и ремонта техники. Территория круглосуточно охраняется, воздушное пространство контролируется системами ПВО. Тысячи белорусов в социальных сетях с благодарностью обращаются к армейцам за сбитые беспилотники в небе над Гомелем. Напомним, что наши военные продолжают выполнять задачи по усилению участков государственной границы на южном направлении. Танкисты, артиллеристы, десантники, разведчики, специалисты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ежедневно, днем и ночью выполняют задачи по обеспечению безопасности страны. На Борисовском полигоне проводятся совместные тренировки с мотострелковыми и разведывательными подразделениями. На одном из занятий военнослужащие форсировали реку Березина, противоположный берег которой был занят условным противником. Гвардейцы с задачей справились. Российская концертная группа морской пехоты «Черные береты» завершила гастрольный тур по Беларуси. Музыканты выступили в нескольких воинских частях и Минском Суворовском военном училище. Зрители оценили творчество артистов громкими аплодисментами и овациями. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на ютуб-канале «Воентовые Беларуси», медиаплатформе «Индекс.Дзен» и в наших социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok